Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала! У меня была одна задумка насчет видео, но я вот решил посмотреть ваши комментарии и упоминания и изменил свое мнение, решил на них ответить. Так, вот Александр Бубнов пишет, после приема свеклы окраса мочи нет. Если, значит, есть окрас мочи, то человек чем-то болеет. Я бы не сказал, что человек чем-то болеет, просто говорит о том, что слабые слизистые оболочки, которые полноценно не могут держать красящие вещества свеклы. Более того, организм не может полноценно его усваивать, перерабатывать, чтобы ничего не было. Поэтому есть окрас свекольный цвет мочи. Но это не значит, что это какое-то расстройство, это просто-напросто некая слабина. И если дальше мы пьем сок, занимаемся собственным оздоровлением, то все это дело исчезает. Так что не обязательно человек болеет, когда у него моча окрашивается после приема свеклы в свекольный цвет. Но тем не менее, тем не менее, над этим стоило бы задуматься. Так, геморрой его вылечил. Знаете, вот я смотрю насчет видео, которое у меня, я даже так могу вам открыть Яндекс, и на наиболее популярные видосы, вот аналитику мы только с вами сделаем, аналитика, и смотрим лучшие видео за выбранный период. То получается, геморрой я его вылечил на самом первом месте стоит. 1777 просмотров. Это вот за 21 день, так сказать. С 13 ноября по 10 декабря. Дальше там идет про машинки и так далее, и тому подобное. Ну, о чем я хочу несколько вам сказать. Вот смотрите, и Татьяна Мухина 2 часа назад написала на мой видосик геморрой, я его вылечил. Советую, найдите человека, который заговаривает геморрой и забудьте о нем. Вы знаете, вот вы знаете, знаете ли вы, что это может быть, заговор может подействовать на геморрой. Сто процентов. Что я ответил? Я ответил следующее. Я думаю, это все равно, что найти динозавра. Если найдете, напишите. Мне очень интересно. То есть, человека, который владеет заговорами, ну, это большая редкость, это первостепенная наука, которая действует не на тело, а в первую очередь на полевую форму жизни, то есть заговор. Что такое заговор? Заговор – это ваше общение с некой силой, которая, причем разумной силой, которая вам поможет, ну, допустим, в устранении геморроя. Работает это? Да, работает. Я на самом себе убедился, это когда после испуга, то есть попал я под машину в 7 лет, и у меня возникли белые пятна, витилия. И вот ученые-мужи с такими, знаете, умным видом, надо вот, я вот запомнил это лекарство, бироксан, это бироксан, лекарство-то такое редкое, такое дорогое, но тем не менее родители нашли его. Оно во флакончике, значит, мажешь, и потом надо под эту самую лампу, чтобы она там загорала, и плюс еще таблетки принимать, для того, чтобы что-то там делала. Ну что, полечили меня, полечили, заработал я малокровие, и какой-то, знаете, вот, я помню себя ребенком, какой-то срыв в сознании, то есть, нервным таким стал, вот что-то случилось, тем более лежать в этой больнице, среди этих там взрослых людей, ну, как-то не то. Короче, ничего не сделали. Через некоторое время матушка, значит, узнала про бабушку, которая лечит заговорами, выливает, значит, испуг, ну, заговор, это так, как бы сказать, разновидность выливания испуга, использование заговора, там, там, это целое, вообще, такое, как бы сказать, ритуал, такой интересный. Ну и что, я сделал, сделал, значит, где-то три сеансика, три-четыре сеанса, с этим выливанием, что я ощущал, вот, в то время, я ощущал сильнейшее расслабление, вот она стоит, читает, молитву, значит, держит ковшик над головой, он касается, знаете, еще вот, немножечко касается волос, вот это все вместе, настолько сильно расслабляет, настолько все это делает, что, вот, то, то потрясение, которое вызвало внутри полевой формы жизни раковину, оно растаяло, оно исчезло, оно расслабилось, все, оно исчезло, и, сколько это, это как раз каникулы начались у нас в июне, а где-то уже в августе, в августе, посмотрел на пятна, а они практически исчезли, остались маленькие, маленькие, вот как действуют заговоры, то есть, я с этим делом согласен, я это дело ощутил, я в этом деле, вот, сейчас думаю, поработать, знаете, наиболее плотно, наиболее серьезно, наиболее серьезно поработать, вот, но, вот, как бы сказать, вот здесь, вот, вот, геморрой, он же не просто так вот, как-то только раз, и он возник, то есть, человек посидел там, на холодном, допустим, у человека там запоры, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то, что можно ликвидировать самостоятельно, лично у меня геморрой возник, после того, как был сделать там аппендицит, вот, я думаю, вот здесь бы, может быть, и, и помог бы, заговор, как бы сказать, восстановил то, что было, на тонком уровне, разрушено во время операции аппендицита, и это не только у меня, я знаю еще одного человека, который, да, сделали операцию, после аппендицита, пожалуйста, геморрой вылез, поэтому одно дело, одно дело, знаете, вот, действительно, если человек знающий, как бы сказать, он вам делает медвежью услугу, вы нажили геморрой, вы нажили, геморрой нажили, да, и он его только хопа, и убирает, и вы, о, зашибись, и как вы там сидели на холодном, там, допустим, что-то там ели, что у вас запоры, допустим, еще что-то там делали, натуживались там, и так далее, и тому подобное, и тому подобное, вы все это дело продолжаете делать, пора, пора, несколько по-иному отнестись к своему, так сказать, здоровью и болезни, что болезнь, где там, если вообще-то взять, мы просто несколько не видим причин, следствий, мы видим уже концовку, то есть, все имеет свои следствия, свои имеют причины, мы ее наживаем, и наша задача, вот уже когда у нас, у нас геморрой, ай-ай-ай, болит попа, что делать, что-то, вот, хорошенько подумать, хорошенько подумать, и всю эту цепочку проработать, в противном случае, я не возражаю, могут устранить нам вот этот геморрой, все, зашибись, отлично, и мы дальше, как ни в чем не бывало, там, грубо говоря, живем, и вместо геморроя, который, знаете, вот, как бы сказать, вот этот образ жизни, привел к геморрою, мы можем с вами тихо, мирно наживать более серьезное заболевание, задумайтесь об этом, и кстати, кстати, вы знаете, опять-таки, вот если это надо пройти человеку, вот это надо пройти человеку, чтобы он что-то из этого вынес, что-то из этого в нем изменилось, вот эта медвежья услуга, просто-напросто не сработает, опять-таки, свой пример, так вот, бабушка, значит, как раз вылила из пух, витилиго практически исчезла, это как раз в августе было, и примерно в конце августа, ну, где-то в конце августа, еще лето было, вот как раз вот это, я испугался свою собственную бабушку ночью, испугался очень сильно, и исчезнувши было вот это витилиго, белые пятна, появились вновь, появились вновь, поэтому я, знаете, вот рад здесь, что, я думаю, и освою я и заговоры, и кое-что у меня от борода вот там получается, вот, но, вот, очень важно понять, с чего все это происходит, чтобы не тратить вот ту разумную силу, которая может нам помочь, на какие-то, знаете, вот, несерьезные вещи, вот, я примерно вот так вот думаю, думаю вот так вот насчет геморроя, вы можете написать свое мнение, а именно найти человека, я думаю, найти такого человека, это все равно, что найти динозавра, я с удовольствием с таким человеком познакомлюсь, который заговаривает там геморрой, ну и еще там что-то там такое, раньше как раз врачевание от слова врать, врать, это значит говорить, то есть воздействовали на полевую форму жизни с помощью слов, с помощью энергии слова, с помощью мысли, образа, с помощью, значит, того, что подключали более разумные, мощные силы для того, чтобы исцелиться. Это величайшая наука, которая подзабылась, если не исчезла вообще. Субтитры создавал DimaTorzok